Более сотни заболевших каждый день, около 20 госпитализаций в сутки. Ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. Среди тех, кто лежит в больницах, 70% – люди старше 60 лет. Всего за весь период зарегистрировано более 19,5 тысяч заболевших. 13 720 из них в 2020 году. Среди заболевших есть и привитые. Если мы берем на заболеваемость всю общую, рассчитываем число заболевших, у нас получается 6% привитых с иммунным ответом. Если мы берем только 2021 год, тогда это получается 20%. Практически все привитые, заболевшие уже с выработанным иммунным ответом, они болеют легко, в отличие от непривитых заболевших. Даже сделав прививку, нельзя забывать о профилактике. Вакцина нужна, чтобы минимизировать риски тяжелого течения заболевания. Бывает, что вакцинированные попадают в стационар в состоянии средней тяжести, но это единичные случаи. Есть отдельные случаи тяжелого течения и летальности, но они единичные. И в основном это у тех людей, у которых, конечно, очень низкий иммунитет и наличие тяжелых заболеваний. А потом вы знаете, что около 10% на вакцину не реагируют. То есть у них иммунитет не вырабатывается. Медики настоятельно рекомендуют не откладывая сделать прививку. Сейчас привиться можно спутником ВИИ. Спутник Лайт пока закончился. Через несколько дней после введения второго компонента на госуслугах должен появиться сертификат с QR-кодом. Если его нет, обращайтесь в управление КВ-50 или в поликлинику. Что касается готовности больницы к притоку новых заболевших, то для пациентов с коронавирусом подготовлено 290 коек. Занято пока порядка 270. При необходимости добавят новые места. Часть пациентов отправляют в медицинские организации Нижнего Новгорода. На сегодняшний день у нас заложен инфекционный корпус, неврологический корпус, терапевтический корпус, но не полностью. В плане резерва рабочей силы, то здесь, конечно, существует, конечно, и предел. Но если будет какой-то предел, то будем просить дополнительной помощи у ПОМЦа или ФМБА России. По новым нормативам результаты Москва на ковид пациенты теперь должны узнавать через 24 часа, а не через 48, как раньше. Но надо учитывать, что тест еще надо доставить в лабораторию, плюс после получения результата внести его в базу. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.